Вопрос на вебинар. Добрый день. У меня вопрос. Посадила грушу, как привитую. Ну, а дальше сами понимаете. Оказалось, дичка плоды, как смородина, цветет 4 года. Что можно с ней делать? Две другие груши цветут на плодов? Нет. Кто вам скажет, это груши? И они меньше этой дички. В дальнейшем может ли это сказаться на качестве плодов у другой груши? Разобьем на два вопроса. Первый вопрос. Смотрите. Вы писали вот эту фотографию. Смотрим внимательно. Я с грушами детьми знаком. На Украине. Я их видел в Европейской России. Я их знаю по себе. То, что на снимке, поймите правильно. Если вас обмануть, это конца. Вот эти маленькие, кругленькие плодики, скорее всего, это дикие яблони. Уж они такими бывают. Груши до такой степени, по-моему, не мельчают. Хотя, кто знает. А вдруг где-то и правда есть такие мелкие груши. Вот. Ну, уже понятно, дерево не привитое. Продали как привитое. Теперь вы говорите привить его. Если не... Если это все-таки груша, ну, один процент, не больше, тогда, это самое, можно на нее привить, выбирая скелетные ветки. И тут уже поздно, но под лицо. То есть, вот так вот все отрезать. Выбирается. Вот так, смотрите. Это же учеба. Допустим, это груша. Вот почти вертикальная ветка. Вы ее оставляете. За ней отрезаете, чтобы сюда... Вот это уже будет ветка вверх. Привать старайтесь на вертикальных ветках, которые пошли пологой. На них множество, сотни, тысячи фотографий, фильмов. Как прививать горизонтальные это. Не прививайте горизонтальные. Себе дороже. Вот тут отрезали, сок пошел весь сюда. И вот тут и сделал, как можно ниже, к основанию сделали прививку одну. Смотрите сюда. Вот эту. Вертикально. Вот еще нашел вертикально. Вот вертикально, видите? А соседние все отрезайте. Но оставляйте небольшие пенечки. Заподлицо не режьте, а то угробите будущую грушу. Вот, например, вот если... Ну, вот это вот... Видите ветка горизонтальная? Ее прививать плохо и не надо. Отрезали, оставили этот самый пенечек со спичку. А если это натуральная груша дичок, ее трудно убить. Вот. Скорее всего, она и перемолит, и выплюнет прививки. Это мы с вами проходили, вспоминайте. Три сосыщих фирмах. Ну, а если это яблони, что я скажу? Я всегда беру масштабами. Чтобы что-то утверждать, надо иметь понятие. Я 120 привек сделал этих самых культурных груш на дикие яблони. Подвоем не хватало. А чем мелочится этих яблонь в лесу в миллион готовых? Ну, пошло из 120 десяток, ну, может, 20 жалких, несчастных, остальные мертвой. Абсолютная несовместимость преодолевать я не собирался. Я просто взял и добрался до... И они очень быстрые. Ну, правда, короткий век, но покушать грушу можно. Итак, если это дичок яблоневой, значит, приватен и не яблонь. Вот по этому же методу. Не пропадать же добро. Второй вопрос. Так. В дальнейшем может ли это сказаться на качестве плодов груш? Подразумевается, что вы, если вы на какой-то момент считали, что это груша. Так. На нее прям культурную. Будет ли качество культурных груш? Я пробовал на черноплодку, получил дубовый вкус груш, которые теоретически с Армении привезли. Должны были быть сладкими. Оказались дубовые. То есть там действительно. А у меня просто повезло. Я уже рассказывал, но вы задали вопрос. Смотрите. Вот это одна из моих груш, да. Вот она, называется она, нарядная Ефимова. Вот это вершина успеха. Сейчас она помаленечку начинает угасать. Сибирь, что хотите. Вот видите, веточка сухая. Сейчас уже несколько таких веток. Вот последний урожай был слабоват. Там может ветер пять, не больше. А в лучшие времена выглядело вот так. И сейчас я вам кое-что скажу. И держите за стул. Вот это вот Чернобаево. А это уже отсюда ветка перенесена в его сад. И привито тоже на эти. Вот смотрите. Только два человека, он и я, не сговариваясь. Мы потом познакомились. Знали о существовании вот этого вот садика с дикими уссуристскими грушами. О них не знал и не знает наука. И знать не хочет. Я спрашивал у этих самых, у Байкова, у Дускобилова, да. Ну то есть у кандидата в науку, у моих друзей. Видите, я дружу с наукой. Правда, с полициальной. Вот. И они мне сказали, да, груши по двое используются, да. Но уже полукультурные, то есть гибридные. А мы достали оба, раздобыли. Вот знаете, как ковер был из груш диких. Вот. Размеры. Ну, в общем, показывал вам. И что я к чему говорю, да. Сейчас поймете. Значит. На Медлородной выставке я специально выделил. Видите, вот это так. Наверное, мы что-то умеем, да. Я умею, он умеет. В немецком городе Айрфурт, проходивший в 89-м году, сорт нарядных фильмов был выделен среди множества других, удостоен золотой медали. За высокие товарные и потребительские качества. Вот источник. Теперь, значит, в других местах пишут, что круче. Гран-при заработал там вообще. Фурор, да. Так вот. Говорю от имени двоих. Вот. Леонид Викторович, а вы вряд ли телефон знаете, чтобы проверить мои слова. Знаете, из вас только несколько избранных, потому что он не поблизься всех. Он гордо говорит, я художник. Вот у художника, видите, какие руки. И вот, значит, художник вчера мне заявил, то, что я без него знал. У меня, он говорит, 14 плодоносит сортов груш. Нарядный эфимово по вкусу на верхнем застолье. Нет, не на первом. На 14 месте. Вот. Ну, у меня это самое. Тоже на 14, а на 15 сварок. Вот. Вот что я хотел сказать. Значит, то есть, отвечая на этот вопрос, примерно на следующем. Тоне. Значит, качество плодов, культуна грушка. От качества многое зависит. Сейчас, смотрите. Нам надо, чтобы плоды были крупные. Это общее рассуждение. Но они вам тоже, друзья, нужны. Крупные. И чтобы их было много. Обычно получается много мелких или мало крупных. Почему? Дерево, собираясь продлить свой рот, а значит, оно чувствуется некомфортно. угнетенно или или уже предчувствие смерти. И как дать максимум семян? Значит, надо дать максимум плодов. Значит, дать, а как можно? Только мелкие. Чем мельче, тем больше семян. Вот весь принцип. И удержаться вот так вот удалось все-таки благодаря вот этой усилийской груши. Я до сих пор понять не могу сам. Еще раз говорю, если я долго, упорно и еще потом вам покажу, деревья на которых на манджурских абрикосах, то есть просто на диких абрикосах, у меня на нескольких по нескольку прививок мертвые. Что-то вы видели. Все. То есть абсолютная несовместимость в моем же саду, но не с моими манджурцами. Помните патриарха. Вот там поколение за поколением добился того, что я называю третий путь селекции, который нахрен, извините, применяю грубые слова, науке не нужен. Вот. Ну найдите абрикосы, у них потом это. Вот. Который раз говорю, на международную выставку, выставка она же и конференция, и она же выставка, привезли абрикосы, два сибиряка, пайкалов и железа, плоды. Вот. Приказ был привезти всем все, что есть. Людям за это платили деньги, оплачивали командировочно, оплачивали там что-то еще. Нас, их, меня-то нет, я ушел. Кормили бесплатными обедами. Все было это. Привезти плоды. Черешню привезли, спасибо Канчину, вишню привезли, все, абрикосов не привезли. А время-то было июль. Ну и вот такая картина вырисовалась, что абрикосы это особая работа. А груши вот с них ни черта не пришлось в это работать. Но это вот все 14 сортов, что у него сладчайших, вот это на 14 месте. И мои такие, у нас же сады дублеры, и мои так же. Сварок это особая песня. Значит, сладчайшие. Если вы скажете, 14 место, она не съедобная, она еще какая-то съедобная. Другое дело, что есть еще круче. И все это с первого поколения, и без всякой привязки, без всякой особой работы, которой я горжусь. Вот там все жду, когда хотя бы госпремию дадут. Ага, что смеетесь? Что смеетесь вы? Это ладно, это добрый смех. То, что я называю смех в академическом зале. И так, теперь следующий момент. Вот он. Сюда посмотрим. Значит, я вам показал, вот этот снег шел вчера. Вчера я приехал в деревню, сейчас вам хочу, покажу. Это тоже учеба. Значит, смотрите, вот здесь холмик был сделан осенью. Как он был сделан? В течение примерно несколько секунд здесь рядом грядка. Ну, там морковка, там, это, все матерично, что-то нам это надо. Лучше бы саженец лишнюю посадить. Вот. Но, тем не менее, это оттуда я 10 лопат кинул сюда, получил сахол. В течение нескольких секунд, я по время, я специально подчеркиваю, это очень важно. Потому что или каторга, или это, от этого тоже, если каторга, то от этого тоже зависит количество садов и качество их. Вот. Итак, несколько секунд я бросил десяток лопат сюда. Это расстояние 3 метра. Даже с места не сходя. Помните, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Я кидал на 3 метра. Вот. Значит, теперь пришла весна, и она первая оттаяла. Первая же. Почему? Если здесь еще лопата звенит, когда обтыкаешь, то здесь уже оттаял. Почему? Бугорок. Заметно стало, когда вернулся снег, вот он шел, когда я это делал, шел снег. Вот. Посадка заняла. Там я выкапывал его. Долго обмучился, потому что корни у него мощные. Это двухлетний жардель. Вы уже догадываетесь, о чем лечь. Вот. Двухлетний жардель. Выбрал с цветочными почками. Сам удивился. Перебрал штук 100. Ну, жардель, как жардель. А этот взял, наверное, если сотни я выбрал, самые мощненькие, назовем его, я не знаю, что будет. Морзостойкость, которая из них, которые не морзостойкие, трудно судить рано. Вот. Плоды какие будут рано. Это же сенец жардель. Вот, с него взято. Причем взято вот это, это еще, оно еще молодое. Я просто каждый раз стараюсь фотографию выбрать, которую вы еще не видели. Чтобы вы не говорили, что я все про то и по тому, по тому же место. Так вот, посадил в течение примерно секунд пять, ну, может быть, десять. То есть, я в этой бугорке выкопал ямку, он уже оттал. Вот. И воткнул его. Все. Ну, а теперь давайте вспоминать. Я потом еще покруче снимок покажу, чуть ниже. Я вас интригую. Давайте вспоминать. Итак, на прошлом занятии вы видели, что, кстати, я вот смотрю на это все и думаю, а вы слышите ли вы меня? Мне даже интересно. А вдруг я говорю пустоту? Так. Так вот. Значит, чуть-чуть-чуть сбила меня эта картинка. Чуть-чуть сбила. Чуть-чуть сбила. У нас еще связи нет, оказывается, мобильная. И вот, значит, 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 как я здорово говорил. Итак, лучшая из двух леток это уже селекция, самая мощенькая. И несколько секунд потеряно время на посадку. А та дама из крутейшего, мощнейшего, слава богу, что хоть есть еще в России питомник, который правда выращивает что-то. Вот. Правда выращивает. А на самом-то деле получается, что они параллельно отбивают у людей охоту. Вспоминайте. Целая куча битого кирпича, куча битого, куча гравия, разные всевозможные добавки, здоровенная яма. Ну, посадка, естественно, была сделана странно, посадка была опять в углублении, то есть они ничего до сих пор не поняли и понимать не собираются. Вот. Несмотря на то, что это крупнейший питомник, который с дичайшей рекламой, да еще когда дама посоветовала не поливать неделю, вот этот был полит сразу, тут же после посадки, хотя земля сырая. Вот. Еще неделю не поливать, хотя у нее все было, корни видно было сухие, и все было сухое. Вот две такие альтернативы. Теперь так. Значит, теперь .